Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Кристины Дючкова. Поддержка занятости отдельных категорий граждан – одно из важных направлений деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Молодежь, вынужденные переселенцы, граждане, уволенные по сокращению и работники предприятий, находящихся в простое, теперь могут рассчитывать на поддержку. Об этом расскажет Лейла Свекольникова, начальника дела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Здравствуйте, Лейла Герихановна. Здравствуйте! Расскажите, в первую очередь, для кого действует программа. Я уже немножечко вас резюмировала, но все-таки расскажите подробнее об этих категориях. Ну вот, как вы уже сказали, что в этом году эта программа распространяется на молодежь в возрасте до 30 лет, также на вынужденных переселенцев с Украины, с территории Украины, на граждан, которые уволены по сокращению штата, по той причине, что сейчас некоторые предприятия испытывают сложности определенные. И также есть у нас теперь такая новая категория граждан в связи с изменением в законодательстве. Если у предприятия есть трудности экономические, и они выводят в простой часть своих сотрудников, этих сотрудников могут принять на временную работу другие организации, у которых потребность в работниках есть, с сохранением рабочего места за ними. Вот такие вот работники тоже могут принять участие в программе. И тут вот еще, наверное, нужно сделать акцент, что эта программа также поддержки работодателей, которые таких работников принимают. Потому что материальную поддержку получают именно предприятия. Суть программы заключается в том, что мы помогаем работодателю для того, чтобы он принимал на работу граждан, которые испытывают сложности в поиске работы. Вот тех, которых я перечислила. А в чем заключается помощь работодателю? Чем отличается прием вот этих граждан от обычных граждан Российской Федерации? Отличается это тем, что принимая на работу вот перечисленные категории граждан, работодатель получает поддержку от государства в размере трех минимальных размеров оплаты труда. То есть работодатель принимает на работу молодого человека или переселенца, или сокращенного гражданина, подает заявление в фонд социального страхования, и фонд социального страхования после первого месяца работы, после третьего и после шестого, три раза выплачивает по минимальному размеру оплаты труда. Причем, что хорошо, эти деньги могут быть использованы работодателю по собственному усмотрению. То есть у них нет целевого назначения, они их могут тратить не только на зарплату, а на любые другие нужды предприятия. То есть они могут какое-то техническое оборудование приобрести как-то... Да, да, да. По собственному усмотрению. Целевого назначения у этих денег нет. Вы сами находите работодателей, или работодатели должны обратиться конкретно к вам, к министерству? Порядок обращения такой. Но мы, во-первых, всех информируем, конечно же, что такая программа есть, что если у работодателей есть потребность в работниках, и он готов принять на работу в вышеперечисленной категории граждан, что он должен сделать? В первую очередь он должен заявить свою вакансию на портал «Работа в России». Портал «Работа в России» – это такое средство, через которое мы взаимодействуем с гражданами и работодателями. Работодатели наши об этом знают, они уже к этому привыкли. Он не первый год функционирует. Первое – он заявляет вакансию. Второе – там же он направляет к нам заявление с указанием, что по вот этой вакансии он хочет поучаствовать в программе. Дальше мы эту вакансию к себе принимаем и начинаем подбирать ему кандидатуры работников. И направляем. Если трудоустройство состоялось, работодатель принимает на работу человека к себе, и потом, когда эти люди проработали один месяц, один раз они посылают заявление в фонд социального страхования. Потом, на последующие, там вот еще через два месяца, потом через шесть месяцев, им заявление подавать уже не надо. Фонд социального страхования сам связывается с пенсионным фондом. Он видит, что этот работник у него продолжает работать. И последующие выплаты делают уже без заявления. Если работник уволится, ему просто, ну вот в течение этих шести месяцев, ну он получит там один раз минимальный размер или два раза. Или же, если все шесть месяцев проработает, то все три выплаты. И что хочу еще сказать, в следующем году эта программа немножечко у нас... То есть уже в 23-м? В 23-м. Она будет продолжена. И с учетом того, что... Ну мы проанализировали, когда вот, допустим, у нас работодатели, ну неохотно принимают участие в программе, мы проводили опросы и выясняли, ну вот что мешает. Ну вот вроде бы деньги дает, да, в чем причина. Причина в том была, что у нас были ограничения в программе. А ограничения какого характера? Если работник уволится от этого работодателя в течение года, работодатель должен был... То есть там было такое условие, что в течение года нужно было сохранять занятость этого работника. Но это не совсем правильно. Иначе бы выплату не получили. Он бы получил выплату, а если потом в течение года работник уволился, работодатель вынужден эти деньги назад возвращать. И вот этот вот риск того, что... Ну никто же не знает, что будет в будущем. Потом тут причем такие двухсторонние факторы. Может работник в конечном итоге не устроит работодателя? Ведь же пока эти отношения нету, ты же не знаешь, как все сложится. Может работник не будет устраивать. Может быть сам работник захочет уволиться, найдет себе более лучший вариант работы. Получается, что работодатель, он в общем-то не особо виноват, а деньги ему придется возвращать. А подскажите, есть ли какой-то лимит количества работодателей, которым вы можете помочь? Или же программа действует и будет помогать бесконечному количеству? Ставропольскому краю вообще-то, ну и вообще всем регионам доводится контрольный показатель. Но нам не доводятся деньги на край. Все деньги, они целиком и полностью лежат в ФСС, причем они не разделены по регионам. Поэтому, несмотря на то, что есть какие-то контрольные ориентиры, это вот больше для нашей работы, чтобы мы знали, к чему нам надо стремиться. Если какой-то регион работает более активно, да, или потребность в этой помощи больше, и, допустим, ну им там довели контрольный показатель, там, ну, тысячи человек принять на работу, а они уже свое выполнили, а им нужно еще. Тут действует кто первый, тот и успел. То есть вот этой вот цифрой количество не ограничивается. Если деньги по России на эту программу еще не закончились, все будет продолжаться. То есть ограничений особых нет. Ограничений нет. Но получается, что это такой двусторонний вопрос в том плане, что вы помогаете, конечно, в первую очередь работодателям, но и очень хорошо, что работодатели мотивируются этим и принимают вот этих категорий граждан. Тем более, что эти граждане, они испытывают сложности в подборе работы. А им что-то нужно делать для того, чтобы вот этот работодатель их нашел? Или же как бы бежит труда? Ну, во-первых, мы ищем, подбираем по своим соискателям. Часто бывает так, что работодатель и соискатель договорились без нашего участия. Вот тут вот мы тогда настоятельно просим до состоявшегося трудоустройства обратиться в Центр занятости населения. И наши работники помогут все оформить так, чтобы работодателя все-таки простимулировать. Чтобы он мог именно по этой программе правильно. А помощь работодателю оказывается только финансовая? Или же, может быть, снижение выплаты налогов той или иной организации? Может быть, еще какая-то помощь? Вот смотрите, я, наверное, не совсем правильно сказала. Снижения налогов, ну вот, с нашей стороны нет. Но кроме минимального размера оплаты труда, работодателю еще плюсом выплачиваются все выплаты фонды, которые он за работника отчисления делает. Вот сумма этих отчислений из расчета минимального размера оплаты труда ему тоже компенсируется. То есть там будет не чисто минимальный размер, а немножко больше. Это вот если посмотреть, ну, возвращаясь к суммам, которые выплачиваются, если работник проработал три месяца, то работодатель за него получит, за то, что он у него проработал, где-то порядка 60 тысяч рублей. А как будет касаться эта программа начинающих предпринимателей и работают ли они вообще с вами? Ну, начинающие предприниматели – это тоже работодатели, правильно? И как любой работодатель, начинающий предприниматель может получить эту помощь. Принять на работу вот одну из перечисленных категорий и получить сумму. Как вы считаете, есть ли какие-то сложности для работодателей и для работников, тоже, конечно, в первую очередь для участия в этой программе? То есть в чем сложности? Вот я как раз считаю, что сложностей нету вообще никаких. И сам механизм этой программы очень, как сказать, удобный. Потому что здесь вот минимальные нужно выполнить действия для того, чтобы принять участие. Соискателю нужно просто у нас зарегистрироваться, а работодателю первое – подать вакансию через портал «Работа в России», что они и так уже делают. И прикрепить заявление, ну, заявить нам, что он хочет участвовать в этой программе, чтобы мы об этом узнали, и дальше работа началась. И потом, после одного месяца работы у него гражданина, подать одно заявление в фонд социального страхования. Все остальные выплаты будут ему поступать автоматически. И все-таки напомните нашим зрителям, сколько еще есть время у работодателя для того, чтобы поучаствовать в программе? То есть когда она начала действовать и когда закончится? Закончится ли вообще? В этом году до конца года, причем до самого последнего дня. И вот тоже, да, может возникнуть вопрос, что, ну вот если работодатель вступит в программу, там, в декабре месяце, да, не ограничится ли выплата этим годом? Нет, не ограничится. То есть если у него работник продолжает работать, фонд социального страхования продолжит ему выплачивать и в следующем году деньги. А если он приходит 31 декабря? Если он приходит 31 декабря, и если работодатель его оформит на работу 31 декабря, и мы его зарегистрируем, то в следующем году он все выплаты получит. И какие все-таки глобальные изменения претерпит эта программа в 2023 году, помимо того, что не будет действовать вот эти ограничения, сроки работы? Ну вот это вот самое главное изменение. Да, там готовятся еще изменения некоторые по категориям. Я пока что не хотела бы их озвучивать, потому что постановления еще нет. Вот когда оно будет, мы обязательно всех проинформируем. У нас есть наш интерактивный портал, который полностью посвящен вопросам занятости, адрес его www.stavzan.ru. У нас для работодателей есть отдельный раздел, он так и называется «Работодателям». И всю информацию можно будет посмотреть там. Большое спасибо, Лея Игоря Игоря Ихановна. Спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали об этом. Я думаю, что это будет очень хорошая помощь, поддержка и работодателям, и тем отдельным категориям граждан. Да, мы надеемся, что работодатели будут к нам обращаться. Ждете? Да, очень ждем, очень ждем и надеемся. Спасибо. На какую помощь сегодня могут рассчитывать отдельные категории граждан края и, конечно, работодатели? И почему трудоустройство, обучение станет более доступным? Рассказала Лейла Свекольникова, начальник отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. С вами была ведущая Кристина Дючкова. Не переключайтесь, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова